Отец Небесный Ты Творец Неба и Земли Ты Создатель всего видимого и невидимого Но Ты также наш Отец Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа Умереть на кресте за наши грехи Пойти в ад вместо нас Воскреснуть на третий день И дал Христу явить Себя множеству людей И Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты явил Себя нам Ты явил нам Свою любовь Мы уверовали в Твою любовь Мы познали Твою любовь Боже, мы покаялись в наших грехах И приняли Тебя в наше сердце Благодатью Твоей, милостью Твоею Ты дал нам, Господи, осознать наши грехи и отвернуться от них Благодарим Тебя, Боже, за Духа Святого, которого Ты послал в сердца наши И этот Дух, Он восклицает и к Богу и говорит А воочи Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец За благодать и милость, дарованную нам в Иисусе Христе Приди, Дух Святой, сегодня Сойди, Дух Святой, на наше собрание еще больше Боже, в милости в Своей, в благодати Приди на это место Благослови наше собрание к Тебе Аллилуйя Мы благодарим Тебя Мы славим Тебя Мы превозносим Твоя имя Господи, мы любим Тебя Боже, пусть Твой Дух Святый наполнит это место Наполнит каждого из нас Боже, где Твой Дух, там свобода Свобода от страха Свобода от греха Свобода от депрессии Свобода от болезни Господи, где Твой Дух там твоя свобода мы благодарим тебя за твою свободу в нашей жизни во имя отца сына и святого духа весь народ да скажет аминь давайте воздадим славу нашему господу аллилуйя слава богу и драгоценные братья и сестры пожалуйста присаживайтесь поприветствуйте кого-то то был рядом с вами также можно познакомиться с ним и так сегодня воскресный день христианстве есть такое понятие как воскресный долг воскресный долг это долг христианина воскресение прийти на встречу с богом поблагодарить творца поблагодарить спасителя господа иисуса христа за его любовь за жизнь за спасение и мы приходим воскресение чтобы прославить бога христос сказал что дом его церковь это дом молитвы и дом молитва наречется дом это дом наречется домом молитвы для всех народов главное дело церкви это молитва скажите молитва а сущность молитвы днк молитва это встреча с богом когда мы говорим что дом божий это дом молитвы то мы приходим сюда чтобы встретиться с богом и бог жаждет он хочет с нами встретиться по дороге в церковь воскресение утром встав и идя на собрание мы готовим наши сердца к встрече с богом и в наших сердцах я верю должно быть может и должно быть благоговение почтение ожидания встречи с творцом нам нужно понимать что он творец всего видимого и невидимого он великий бог он создал небо создал звезды он создал нас собой нас нас тобой и мы пришли сегодня на встречу с богом конечно же это мыс должна внушать нам благоговение почтение и и и трепет я родом из сибири у нас в тайге водится медведях называют хозяин хозяин тайги встреча с ним опасно чревато последствиями люди под большим впечатлением то те кто встречались медведями под большим впечатлением все были мы с вами сегодня пришли на встречу с хозяином вселенной он хозяин вселенной аллилуйя он великий бог он святой бог твоя и моя жизнь наша с вами жизнь зависит от от него целиком и полностью от него поэтому пришли сегодня встретиться с ним поблагодарить его за спасение даровано нам в иисусе христе просто на насладиться им в катехе здесь и церкви в учении церкви сказано о смысле создания человека для чего бог создал человека люди в мире ищут смысл жизни для чего я создан для чего я существую лев толстой чуть самоубийством не покончил жизнь потому что одна мысль едва не привела его к этому если какой-либо смысл моей жизни который не уничтожить неизбежная смерть смерть неизбежно если какой-то смысл в моей жизни который эта смерть не уничтожит и библия учит нас христианство учит церковь учит что человек мы с вами были созданы для того чтобы прославлять бога и наслаждаться им вечно смысл нашей жизни прославлять бога и наслаждаться им вечно сегодня мы пришли сегодня на это место славили его поклонялись ему наслаждались его присутствием и мы будем делать это вечно аминь алию милостью божией благодатью божией хорошо и как я всегда говорю что основная часть богослужения уже прошла мы прославляли бога поклонялись ему и И проповедь, она вторичная, она несет вторичную функцию, она разъясняет, рассказывает нам о Боге, чтобы мы больше Его знали и могли просто открывать больше наши сердца, поклоняться Ему, доверять Ему и еще больше прославлять Его. Поэтому позвольте немножко сегодня поделиться и Слово Божьего. И давайте откроем Евангелие от Матфея, 6 главу, 33 стих. Моя проповедь называется «Прежде». Есть вещи в нашей жизни, которые нужно делать прежде. Если мы их не сделаем, что-то не исполнится, что-то не произойдет в нашей жизни, и мы можем пропустить нечто важное. Это слово взято из Нагорной проповеди в Евангелие от Матфея, 6 главе, 33 стихе. И Господь Иисус говорит «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и все остальное приложится вам». Об этом мы поговорим, но вначале я хочу введением, вступлением к сегодняшней проповеди взять проповедь, которую я проповедовал летом. Потому что, я считаю, то послание, которое было летом, оно очень важно, оно актуально. Я хочу напомнить вам немножко, о чем мы говорили летом. Что Бог, наш Бог, которому мы поклоняемся, христиане, это тридиный Бог. Бог, Он есть Троица. Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог. Аллахилея. У нас не три Бога у христиан, но один Бог в трех лицах. И жизнь, взаимодействие лиц внутри Троицы описывается примерно вот такими словами. Каждая из лиц Троицы живет не для себя самого. Вот как же Отец, Сын и Дух Святой, это три разные личности, вместе составляющие одного единого Бога, как они взаимодействуют друг с другом. Мы об этом говорили летом, но просто хочу немножечко напомнить вам. И вот как они живут, как они сосуществуют. Каждая из лиц Троицы живет не для себя самого. Библия говорит, что Бог есть любовь. И вот как эта любовь выражается в том, что каждая из лиц Троицы живет не для себя самого, но без остатка отдает себя другим ипостасям, другим лицам Троицы, оставаясь при этом полностью открытым для их ответного действия. Так что все три сопребывают в любви друг с другом. Аминь. Аминь. Слава Господу. Таким образом, мы можем сказать, что бытие Бога Троицы, то есть наш Бог, треединный Бог, Его бытие осуществляется как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется самоотдачей. Бог как личность существует, и Его существование как личности отождествляется самоотдачей. Все три лица Троицы отдают себя друг другу в любви. Вы скажете, какое отношение это имеет ко мне? Самое прямое. Поскольку мы с вами являемся образами и подобием Божьим, поскольку мы с вами являемся слепком Бога, созданные по Его образу и подобию, то тогда и жить мы должны так же, как Бог нас живет, как треединный Бог живет. Поэтому наше с вами бытие человека осуществляется так же, как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется самоотдачей. Иными словами, подлинность настоящей жизни человека тогда, когда этот человек себя отдает другим, когда в его жизни есть самоотдача. Вы слышите? Непопулярная проповедь сегодня у меня. Здравствуйте. То есть счастье того же Толстого, что-то все нас на классика втянет. Льва Николаевича Толстого спросили, в чем истинное счастье? Вот что за этим быть счастливым человеком? В конце жизни он уверовал. Он обрел смысл жизни в христианстве. Ну вот там противоречивая личность. Но когда им задали вопрос, в чем счастье, скажите? Он говорит, чтобы быть счастливым, нужно два условия соблюсти. Счастливый человек – это человек, который имеет, во-первых, чистую совесть. Счастье – это иметь чистую совесть. И второе – быть полезным для кого-то. Быть полезным для других людей. Жизнь становится, жизнь человека становится мизерной, несчастной, жалкой, когда человек, когда я или вы, не дай бог, не дай бог я, мы начинаем жить для себя. Когда наша жизнь сосредоточена на себе. Счастье, истинное счастье, подлинное бытие, подлинность нашей жизни. Мы живы, мы наслаждаемся, мы счастливы, когда в нашей жизни есть самоотдача, когда мы даем себя другим людям. И все унылые люди да скажут. Вот оно счастье, халлевия. Вот оно, потому что Бог, Он живет, каждый из лиц троицы живет не для себя самого. Бог есть любовь, и Его бытие осуществляется как любовь. То есть собственное существование отождествляется самоотдачей. Мы существуем, мы подлинно существуем, мы воистину люди, мы воистину образ Божий. Мы те, кто мы есть, когда в нашей жизни есть самоотдача. Вот почему, если мы этого не понимаем, тогда вот почему некоторые мужья или жены молодые, они такие недовольные в браке. Первый год вообще просто ругаются, ссорятся. Я думал, она мне будет вот это, вот это делать. Я думал, а он меня сейчас вот это, вот это. Вы ничего не поняли? Бог дал тебе мужа или жену, Бог дал вас друг к другу, чтобы вы могли эту самоотдачу реализовывать, чтобы вы отдавали себя, чтобы вы были счастливым, отдавая себя, служа, помогая, поддерживая. Поэтому муж, аллилуйя, захлопал холостой брат, неженатый. Я знаю многих людей здесь, поэтому разочаровываются некоторые молодые. Оно говорит, я думал, мой Гриша будет лучшим средством для забивания гвоздей, а он даже ручку поправить не может. Я думал, все мои нужды теперь будут удовлетворены. А он тоже думал, что ж такое-то моя жена, борщ не готовит. Я думал, все удовольствия, вот руку протянула, она рядом, все. Милок, милая, ты ошибся, вы ошиблись. Ты вступил в брак, чтобы реализовать, чтобы быть счастливым человеком, а счастье в том, чтобы отдавать, служить, сделать счастливым другого человека. Кто-то скажет, что же ты раньше, пастор, не сказал мне об этом? Я подумал, наверное, аллилуйя. Наша истинность, наша подлинность человеческого бытия, аллилуйя, тогда мы подлинны человеки, воистину человеки, когда в нашей жизни есть самоотдача, когда мы отдаем себя другим людям, аллилуйя. Но когда мы берем, живем для себя, наша жизнь становится жалкой, скучной и ничтожной. Скрут шмакдак, тому яркий пример. У меня дети есть, я сказки смотрю, мультики с ними. Халлилуйя, слава Господу, за нашего Бога. Халлилуйя. Давайте воздадим славу нашему Господу. Халлилуйя. Халлилуйя. Вообще, это образ жизни, в котором мы любим друг друга. В Евангелии от Иоанна, 13 главе, 33-34 стихах, Христос говорит своим ученикам, Он говорит, заповедь новой даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Потому мир узнает, мир, окружающие люди узнают, что вы мои ученики, что вы мои последователи, если будет любовь между вами. Христианство, это возможность быть восстановленным в образе Божьем. Христианство, это возможность жить так, как триединный Бог живет. Халлилуйя. Отец отдает себя сыну, сын отдает себя отцу, Дух Святой отдает себя отцу и сыну. Халлилуйя. Они живут друг для друга. Халлилуйя. И христианство, это образ жизни, когда мы любим и отдаем себя друг другу. Халлилуйя. Алло, вы слышите меня? Халлилуйя. И проповедовать об этом, я знаю, легче, чем жить. Я знаю, да, да. И смотрите, есть в Новом Завете около 30 мест Писания, которые содержат себе эту фразу друг друга. Пояснение, как налюбить друг друга. Ну, к примеру, я выписал все лишь несколько римлянам, 15-7. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Принимать друг друга нужно. Халлилуйя. Наставляйте друг друга. Будьте в согласии друг с другом. Галатам 5, 13 говорит, любовью служите друг другу. И Визианам 4, 2, снисходите друг к другу любовью. Ну, ладно, снизу иду со своей высоты к тебе, брат. Будьте друг к другу добрыми, сострадательными, прощайте друг друга. Христианство, это возможность реализовать, это образ жизни, возможность реализовать вот эту вот жизнь, это счастье, подлинность жизни, для которого мы предназначены. И эта подлинность жизни, настоящей жизни, счастье, оно в нашей жизни лишь тогда, когда мы отдаем себя другим людям. Но тогда эти другие люди, это наша семья, это братья и сестры, это христиане. Аминь. Но этот образ жизни, любить друг друга, он подобный образ жизни, возможен только при очень близких отношениях. Об этом мы говорили летом, что приходя в воскресенье, один раз в неделю на собрание, ты как подводная лодка, если ты только в воскресенье приходишь на собрание, то твое христианство похоже на подводную лодку. Буль-буль-буль-буль-буль, поднялся в воскресенье, огляделся, аллилуйя, и опять на дно ушел. Подводная лодка. Один раз в неделю тебя увидели, потом не видно, не слышно. Нет, аллилуйя, мы встречаемся дома, по домам, в домашних группах, в малых группах. Мы созваниваемся, мы живем вместе, мы чувствуем друг друга, мы общаемся, мы знаем радость и боль друг друга. Поэтому истинное христианство, его нельзя практиковать только в большом собрании. В большом собрании ты видишь затылок соседа. Я верю, он прекрасен, он чуден, развал ушей его и прочее. Но нужно, чтобы мы повернулись друг к другу, чтобы мы видели друг друга, чтобы мы слушали друг друга, чтобы мы, может быть, немножко как-то задели друг друга, узнали. И тогда нам нужно эту жизнь, этот образ жизни друга возможен только в малых, домашних группах. Невозможно практиковать христианство просто вот ну как, да вообще, невозможно две вещи делать в одиночку на земле. Это выйти замуж в одиночку и быть христианином. Сестра, ты замужем? Да. За кем? Не знаю. Если ты христианин, тогда ты в церкви, ты в общении, ты с братьями и сестрами, у тебя есть группа людей, которые рядом с тобой, когда мы вместе собираемся во имя Христа, то Христос среди нас, и Он одаривает нас. Христос среди нас, прославленный Царь, одаривает нас своим миром, своей радостью, своей праведностью, поправляет наши фитильки, подливает маслица в нас, как свои светильники. Аллалюя. Вау, и жизнь, жизнь прекрасна, Аллалюя. И мы, мы наслаждаемся особыми взаимоотношениями, которые есть между нами, благодаря присутствующему Христу, и мы разделяем между собой радость и горе друг друга. Вы слышите, Аллалюю? Христианство, подобный образ жизни возможен только при тесном, близком общении, где мы узнаем друг друга. И сколько раз я замечал, тяжелый день, рабочий, приходишь вечером на домашнюю группу, лицо унылое, уставший, думал, ну как бы добраться до этой группы. И раз еще унылые люди, еще унылые лица пришли, и вы все-таки сидите, пьете чай, ничего-то, ничего не пьется. Но как только вы сказали, Господь Иисус, мы помолились, вы сказали, Господь Иисус, мы здесь во имя Твое собраны. Господи, спасибо за Твое присутствие, за Твую славу. Моментально воскресший Христос, Он является, Он среди вас, одаривает, как я сказал, своей радостью, миром, и уже лица не унылые, уже улыбка растянулась, уже хорошо стало. Однажды, есть сестра одна, она из Иркутска, тоже в церкви, мы молодежью тусовались, и мы женихались в церкви, молодые люди, мы все были холостые, неженатые, незамужние, и мы общались, и мы помню, скидывались, и накрывали поляну стол, и накрывали поляну, подруги, по ходу мы общались, там кто-то картошку чистил, там все, я так себе жену нашел, в таком вот общении, но мы собирались молиться, нет, нет, мы не думали, никто не говорил, что нам кто-то нравится, нет, нет, мы собирались молиться, все было духовно, но мы готовили кушать, и помни однажды сели за стол, все приготовили, и помолились, помолились, и потом сидим в тишине, одна сестра такая разулыбалась, говорит, ой, как хорошо после молитвы стало, как будто стакан вина выпила, А после молитвы всегда хорошо становится с братьями и сестрами, потому что Дух Божий, Господь приходит Духом Божьим, и мы наполняемся Духом Святым, и действия Духа Святого как от вина, мы пьянеем, халалюхи, и уже домашка идет, халалюхи, хорошо, уже два баяна порвали, халалюхи, слава Господу, и уже уныние, не уныние, и ты летишь в домашней группе, не зенька, летишь радостный, счастливый, что у тебя есть братья и сестры, что ты за Христом встретился, но если ты один, ты не выживешь, тебе нужна группа. Домашняя группа, малая группа, братья и сестры, которые поддерживали бы тебя. И однажды зашел, я никогда не забуду это, пропадал Альберт Тюрмпу, мы снимали, арендовали кинотеатр Владивосток, темный, мрачный, страшный. И вечером пропадал Альберт Тюрмпу, я зашел в зал, я кого-то встречал, не помню, опаздывай, и со мной зашел первый раз человек в зал, и Альберт Тюрмпу пропадал в домашней группах, он говорил, если ты думаешь, что тебе не нужна группа, ты ошибаешься, тебе нужна группа. А парень, который зашел со мной, повернулся ко мне и на его лице я прочитал вопрос, какая группа, инвалидная? Я такой, не, не, это домашняя группа, Альберт Тюрмпу, тебе нужна домашняя группа, Альберт Тюрмпу, группа, малая группа, братьев и сестер, которые будут похожи, вот, вот на этих, вот, вот, покажите следующий слайд. Альберт Тюрмпу, на этих животных, Альберт Тюрмпу, это овцы-быки, Альберт Тюрмпу, они живут в районе Крайнего Севера, чтобы выжить, они живут стадами по 20-30 человек, голов, то есть. Когда хищные звери нападают на них, они что делают, моментально они встают в боевой круг, охраняя, в круг встают вот так вот, набычившись, ну, это овцы-быки, удивительно, это овцы в условиях Крайнего Севера, которые обросли шерстью невероятно просто, чтобы выжить. И они, когда хищники нападают, стоят кругом, маленьких телят в центр, и они будут стоять насмерть, не уйдут, охотники почти перебили, из-за этой особенности этих животных, когда охотники приходили в упор, расстреливали, эти животные не убегали, стояли насмерть, поэтому их осталось мало, они в красную книгу занесены. Но они вот так вот, вот просто, вот, они, они вместе сопребывают, это вот, это вот малая группа, они поддерживают друг друга, когда дует, когда дует ветер, когда пурга, когда снег, когда холодно, они греют друг друга, стоят вот так вот, охраняя, брат, как дела? Хорошо, выстоим, занесло вот так вот по рога, охраняя, но мы все равно стоим. А шерсть длинная, до пола, и тогда маленькие телята стоят, скрытые здесь, под мамой, под папой, в этой шерсти. Вот, вот она церковь, вот она община. Понятно, что козлы в таком, в таком условиях не выживут. Одинокие козлы. Библия говорит о козлах, мы еще позже о них поговорим. Ну вот оно христианство, это образ такой, немножко смешной, но он правда, на самом деле это пастор Мацул этот образ дал, это не я, все вопросы к нему, хорошо? То есть христианство это образ жизни, где мы любим друг друга, но чтобы любить друг друга, нужно какого-то друга рядом иметь, чтобы он был рядом, этот друг. Понимаете? Если ты один, то ты не можешь выполнить заповедь Христа, любить друг друга, нужно хотя бы еще, второй, а лучше на троих. Встретиться и сообразить. Аллалюя. Слава Богу. Это было вступление. Это было вступление. Сейчас перейдем к сути. Как? Мы сейчас практически поговорим. Слово, которое Господь дал мне еще три недели назад, я знал, что нужно проповедовать. Это удивительно. Обычно Бог дает как-то ближе к дню, когда проповедовать. Мне пришло на сердце проповедовать о том, о чем я сейчас буду говорить. Вчера вечером, когда пастор Глеб и сегодня, и сегодня он читал эти стихи из Матфея 25 главы, я удивился, думаю, ну надо же, это созвучно тому, прямо в точность, о чем я хочу говорить. И моя проповедь сегодня о том, как практически, практически на молекулярном уровне, на бытовом уровне мы можем любить друг друга. Матфея 6 глава, 31 стиха, давайте откроем. Матфея 6, 31. Христос здесь говорит, итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И так Иисус говорит, не заботьтесь, что нам есть или что пить или во что одеться. Знаете, есть три базовых элемента, поддерживающие жизнь человека. Это еда, это питье и одежда. Без этого мы не можем выжить. Без пищи человек может до 40 дней протянуть. Без воды 3, ну максимум 4 дня, после 4 дня без воды в организме начинаются необратимые процессы, после которых организм может не восстановиться. Без одежды тоже человек замерзнет. И Иисус не говорит, что вам это не нужно. Он не говорит, что вам это не надо. Нам всем, мы сегодня все, слава Богу, покушали. Христиане, мы не язычники, мы покушали, попили. И слава Богу, мы одетые пришли, я рад этому. Но Христос говорит, чтобы мы не заботились и не говорили, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Иисус говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Что такое Царство Божие? Царство Божие или Царство Небесное в Новом Завете встречается, Христос говорит о Царстве Божьем, о Царстве Небесном 82 раза. Царство Божие – это не физическое место. Оно не в Америке, слава Богу, не в Израиле и не в Минусинске, где однажды один бывший милиционер возомнил о себе, что он Христос, ладно, оставил его в покое, Царство Божие не в физическом месте. Царство Божие – это правление и власть Христа, осуществляемое в жизнях верующих христиан. Я повторю, Царство Божие – это правление Бога в жизнях верующих. Когда Христос проповедовал, Он проповедовал, центральная тема проповеди Христа была проповедь о Царстве Божьем. Он пришел как царь, Он пришел как страдающий раб, слуга Господень, чтобы умереть, но одновременно Он уже был царем Царства Божьего. Когда Пилат спрашивает Его избитого, окровавленного, «Скажи мне, Иисус из Назарета, ты царь?» Иисус говорит, «Да, я царь, но Царство Мое не от мира сего». Царство Божие – это правление Бога в наших сердцах. Как это правление Бога приходит в нашу жизнь? Христос сказал, Царство Божие, Он проповедовал Царство Божие и говорил, «Покайтесь, ибо приблизило Царство Божие и веруйте в Евангелие». Дверь в Царство Божие открывается через покаяние в грехах. Мы уходим из царства тьмы, из царства дьявола, в царство Сына Божия, в царство Света через покаяние в грехах. Дьявол правит, он князь этого мира, через грех людей. Дьяволу дана неслыханная власть над грешниками из-за присутствия греха в жизни грешника. Грешный человек под властью, он как марионетка в руках дьявола. Эта власть разрушается покаянием и кровью Иисуса Христа. Когда человек говорит, Господи, я грешник, и я сам не могу избавиться от греха. Есть разный грех. Есть гнев, есть наркомания, есть пьянство, есть злословие, есть воровство. И все мы были или являемся жалкими, ничтожными узниками греха, рабами греха. Иисус сказал, кто делает грех, тот раб греха. Люди в мире говорят, да я свободный, что хочу, то и делаю. Да ничего подобного, ты раб. Хотел сказать шестерка. Греха у сатаны, ну простите. И ты сам не можешь избавиться от этого, от этого рабства. Не можешь. Бросить курить хочешь? Да не можешь. Раб ты этого греха. Да легко бросить курить. Марк Твен тоже так говорил, говорит. Курить бросить легко, я каждый день бросаю. Ничто не может освободить тебя от рабства греха, от этой зависимости, от дьявольской, чертовской, демонической власти, кроме как крови Иисуса Христа, кроме как покаяния в грехах и приглашения Христа в твою жизнь. И когда ты каешься о своих грехах и говоришь, Господь, я грешник, прости меня, то тогда Господь открывает двери Царства Божьего, и ты входишь в Царство Божие, и ты освобождаешься от греха и говоришь, дьявол, пока, даже не до свидания, пока, прощай. Халлелия. И не говоришь, увидимся после. И не говоришь, I will be back. Халлелия. Ты к нему не вернешься, ты говоришь, все, прощай. Халлелия. Старое прошло, теперь все новое. Я новое творение. Я дитя Бога. Я живу с Богом. Аминь, халлелия. Чуть я разозлился немножко. Просто некоторые сидят и в носу ковыряют, да ладно, мне Христос не нужен, чай тут проповедуешь. Посмотрим. Опасно так говорить. Тебе нужен Христос. Ты в ад идешь. Ты погибнешь. Ты создан жить вечно. А грех, он утянет тебя в ад. Дьявол за грех утащит тебя в то место, которое для него был приготовлен. Беги, спасайся от его хватки, от его власти, от его веревок, которые он тебя тащит. Кайся в грехах. Прости Христа прийти в твою жизнь. И через это ты входишь в Царство Божие. И тогда в твоей жизни, твоей жизни приходит, в твоей жизни приходит Царство Божие, правление и власть Господа Иисуса Христа. Аллелия. Вау, аллелия. Ох, слава Господу. Аллелия. Но мы поговорим. Давайте вернемся. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Это все приложится вам. Нам нужно искать Царство Божие. То есть нам нужно искать правление Бога. Боже, что ты хочешь? Бог теперь является Господином, Господом, хозяином моей жизни. И я спрашиваю, Господи, что ты желаешь? В чем твое правление должно быть выражено? Я в 92-м году покаялся. В школе я был примерным мальчиком. В жизни шкодливым, гадким пацаном. После покаяния я однажды шел по своей улице в Иркутске на частный сектор и иду, и впереди меня сидит бабушка, с которой я не здоровался 10 лет. Предыстория такая, что 10 лет до этого, до покаяния, я стоял из рогатки и пытался разбить лампочку, которая висела на столбе рядом с домом, где жила эта бабушка с дедушкой. И я стою из рогатки, бамс, мимо, в соколь этот попал, на всю улицу, звон такой, думаю, что ж такое, ты не везет, опять бамс, опять в этот соколь железный попал, на всю улицу, дзинь, не разбил. В окно стучит дед, мне так стучит дед, его так снимаешь, что означает, милый мальчик, не разбивай лампочку. Я думаю, дед старый, пока выскочит, я лампу разобью, мне 10 лет было, вредный был. И бамс, и дед выскакивает с дубиной, бабка выскакивает, я лампу не разбил, и они меня матом погнали. И я после этого обиделся на них, мальчика обидели, детская травма, и я не здоровался с ними 10 лет, 10 лет. И вот после покаяния я пришел в церковь, царство Божие пришло в мою жизнь, правление Христа пришло в мою жизнь. Я иду по улице, вижу эту бабушку, и по привычке морду лица раз в сторону отворачиваю. И мне вдруг Господь говорит, поздоровайся, 10 лет я не здоровался, поздоровайся. Я говорю, Господи, нет, она мне лампочку не дала разбить. И я иду, поравниваюсь с ней, ноги потяжелели, и все-таки я поворачиваюсь, и говорю, Господи, ради Тебя, конечно же, я вообще балда, что я делал. И поворачиваю, говорю, здрасте. Через 10 лет вот. И она улыбнулась, сказала, здравствуй, здравствуй, сынок. Деда-то уже давно не было, но вот, но вот такие вещи, которые раньше мы были злые, мы были непокорные, мы гадости делали, а сейчас мы другие, сейчас правление Бога, Господа Иисуса Христа в нашей жизни. Мы подчиняемся Ему, он царствует в нашей жизни, мы Его подданные, и нам нужно искать, Иисус говорит, ищите прежде всего Его управление, что Он требует от нас. Ладно, мы еще вернемся к этому. Но язычники, здесь есть язычники, скажите, язычники. Язычники. Кто эти язычники? Кто они? Ну, язычники, это люди, не являющиеся частью народа Божьего. Язычниками во времена Иисуса называли всех, кто, все народы, которые не были частью еврейского народа. Что их характеризовало? Они не были Его детьми, ну, собственно, в Новом Завете, мы позже еще говорим, они не были Его детьми, они не были в Завете с Богом, язычники не живут по Его заповедям, не рождены свыше в Новом Завете, ну, короче, они безбожники. Они безбожники. Иисус здесь говорит в 32 стихе, потому что всего этого ищут язычники. Что ищут язычники? Вы знаете, я посмотрел 31 стих, я немножко знаю греческий язык, не поленился, открыл. И что еще? 31 стих, он звучит так. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что нам одеться. Язычник, что еще характеризует язычников? Это жизнь наглухо сконцентрированная на себе. В русском переводе один раз вставлено слово «нам» для красоты слога, чтобы не повторялось. Но во всех трех случаях язычники — это люди, которые говорят, они прежде всего думают, что мне есть, что мне пить и во что мне одеться. Язычники — это люди, чья жизнь сосредоточена на них самих, на себе самих, на своих нуждах, что нам есть, что нам пить и во что одеться. Кто такие противоположность язычникам? Антиподы язычникам? Это мы с вами. Это ученики Христа. Кто мы? Мы люди, ставшие народом Бога. Мы его дети. Мы в завете с ним. Завет — это старое слово, буквально современный аналог слова «завет». Это договор, контракт. Бог заключил с нами контракт. Он сказал, из-за того, что ты поверил в моего Сына Иисуса Христа, а ты покаялся в грехах, я обезуюсь, я клянусь, я обещаю тебе быть твоим Богом. Хранить тебя в этой жизни, оберегать тебя, защищать тебя, обеспечивать тебя, исцелять тебя, давать мудрость, как семью строить, как бизнес вести и сохранить тебя для вечной жизни. Это Бог говорит, это моя часть договора. Но договор двухсторонний. Бог говорит, ну тогда вы со своей стороны пообещайте тоже что-то вы будете делать. Господи, что нам пообещать? Вы обещайте, Бог говорит, искать моего царствия, быть послушными мне, во всем слушаться меня. Просто слушайте меня. Будьте мне послушны. Будьте мне послушны, и я сделаю свою часть завета, свою часть договора. Мы в договоре с Богом. Он заключил с нами договор, контракт, по которому он обещает нам жизнь вечную, а мы обещаем ему послушание, жизнь в покаянии, жизнь в чистоте, жизнь в святости. Мы живем по его заповедям. Мы рождены свыше. Дух Божий, Дух Святой пришел жить внутрь нас. Ты не одинок. В тот момент, когда сказал Господь Иисус Христос, войди в мое сердце, будь моим Господом, яка из моих грехах. Бог ввел тебя в Царство Божие. И он послал третью личность Божества, Господа Бога, Духа Святого, жить в твое сердце. Аллалюрия. Дух Святой, третья личность Божества, Господь Бог, Дух Святой живет внутри тебя. Меня это пугает, меня это страшит, меня это радует. Аллалюрия. Я не один. Христос сказал, не оставлю вас сиротами, не оставлю вас одинокими, пошлю Духа Святого. И теперь моя задача, как христианина, научиться жить с Духом Святым, считаться с Ним, слушать Его, не огорчать Его. Аллалюрия. Да, да, ну как это... Мы привилегированнейшие люди. Нам дан совет в советники, в утешители. Дух Святой назван утешителем. Иисус назвал его утешителем. Слово утешитель по-гречески параклитос. Буквально слово означает тот, кого позвали, послали, быть рядом с тобой, чтобы оказывать тебе помощь и поддержку. Третья личность Божества. Господь Бог, Дух Святой, послан в твою жизнь, чтобы оказывать тебе помощь и поддержку. Пользуйся на здоровье этой помощью и поддержкой. Иногда помощь приходит автоматически. Иногда ей нужно просить. Я помню... Ну, вот иди сюда. Я помню, как Дух Святой однажды просто... Библия говорит, что мы водимы Духом Святым. Он водит нас Дух Святой. Иногда делает он нас даже об этом не оповещая особо. Я помню, много-много лет назад, когда наш офис был на 11-й Парковой. Повернись ко мне. Мы стояли с братом весной. Весна копель. Солнышко светит. Сосульки. Мы стоим на крыльце дома девятиэтажного. Стоим, разговариваем с ним. У меня пуховик, рюкзак одет. И я что-то с ним говорю, говорю, и вдруг ни с того ни с сего, я делаю шаг к нему вот так вот. Он таращит на меня глаза, отступает, думает, что же я к нему шаг-то сделала, за вытращил. Что? Слователу хочу речек. Нет, конечно, Господи, помилуй, нет, нет, упаси меня, нет. Но в тот момент, когда я сделал шаг к нему, в ту же секунду огромная глыба льда, чего я не знал, она, оторвавшись с крыши, ударила мне в рюкзак так, что лямки и рюкзака чуть не оторвались. И я аж вот так сделал. Он вытаращил у меня глаза и сказал, ты знал? Я сказал, нет. Это был Бог, это был Дух Святой, который меня отвел. Бог не сделал так с небу. Леша, я такой, чего? И я был бы под большим впечатлением, до сих пор, наверное, бы. Спасибо, Ласадис. Дух Святой дан нам, чтобы вести нас, помогать нам. Это отдельная тема. Мы об этом сейчас не можем говорить. И церковь-то нам дана, христиане, братья и сестры рядом, чтобы научить нас рассказать о той жизни, о тех привилегиях, о том богатстве Христовом, которое нам дано в Иисусе Христе. Итак, мы рождены свыше. Халлали. Дух Святой дан нам. Но прежде всего, что нас отличает еще? Халлали. Мы живем жизнью, включающей в себя других людей. Если жизнь язычников наглухо сосредоточена на них самих, то наша жизнь сосредоточена на других людях. Наша жизнь включается и от других людей. Помните, мы сказали, что подлинность, настоящесть, слово новое я придумал сегодня, истинность человеческого бытия, счастье человеческой жизни в том, что когда мы можем отдавать себя другим, тогда мы подлинно существуем, тогда мы подлинно живем. И искать прежде всего Царство Божие. Искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Слово «правда» — это праведность того, что Бог требует от нас. Вы знаете, в этом стихе, я недавно читал это, и меня поразила такая мысль. Знаете, иногда мы читаем Библию, и мы ее так одухотворяем. Мы все какие-то большие возвышенные вещи ищем. Мы хотим, чтобы Бог говорил к нам, чтобы ангел явился. Ну или хотя бы самолет пролетел, и что-то написал нам, «Леша, я тебя люблю». Ну так простенько, но со вкусом. Нам все хочется чего-то такого громадного, все. Но Евангелие просто, оно на бытовом уровне. Христос в контексте говорит нам здесь о том, что значит искать Царство Божие прежде всего. Это очень конкретно, это очень элементарно. Он говорит, что язычники ищут того, чтобы, что нам пить, что нам есть, во что нам одеться. А вы, говорит, тоже ищите, но ищите Царство Божие. И в этом контексте искать Царство Божие означает, что прежде ты не думаешь о том, что тебе пить, во что тебе одеться. Прежде ты думаешь, Господи, ты ищешь, а есть ли кто-то рядом со мной, кто голоден, кто наг, кто хочет пить. Искать Царство Божие в этом контексте, послушайте, это искать людей, это спрашивать, прежде чем думать о себе, это подумать, Господи, а есть ли рядом со мной человек в нужде, кто голоден. Иисус говорит здесь три бытовые, три основные, базовые, элементарные нужды человека. Нужда в пище, в питье и в одежде. Искать Царство Божие, это искать людей, спрашивать, Господи, искать, смотреть, общаться, быть с людьми, замечать. На домашней группе собрались вместе, все вроде нормально, мы же не ходим в церковь, а вот так вот, знаете как, ну, у меня кушать нечего. Братья и сестры, никто из нас так не делает, ну, редкие элементы делают, мы их отлавливаем и откармливаем. Ну, как узнать-то, только общаясь с людьми, пришли на домашку, и вдруг одна сестра, смотрите, метет и метет, метет и метет. Подкладываем, она ест, и есть, видно, голодный человек, видно, несколько дней не ел, это видно сразу. Тогда что? Что искать Царство Божие в этом случае? Что? Да помочь ей! Алла-ли-я. Дать ей дневное пропитание. Искать Царство Божие, это дать пропитание голодному. Прежде всего подумать не о себе, что мне есть. Поймите, мы живем, наше общество сытое, зажравшееся, простите. Заелись мы. Ну, у нас кризис, но все равно мы едим хорошо. Большинство из нас. Некоторые много поели, я вижу. В принципе, мы сыты, но при этом, при всем том, некоторые из нас сном, бывает, оказывается, в ситуации, когда нам нечего кушать, что-то произошло, работу человек потерял, или ребенок родился, или что-то произошло, и денег нет. И ты один, и у тебя нечего кушать. И тогда должны быть рядом, ну, братья и сестры, они есть. Чтобы заметить это, увидеть и поддержать. Искать Царство Божие, это искать людей. Это прежде всего думать не о том, что тебе есть, не о том, что тебе пить и во что одеться. А думать, а есть ли рядом с нами люди, которым нечего кушать, нечего пить и ни во что одеться. Увидеть этих людей и накормить, напоить и одеть. Вот, это просто, это элементарно. Я хочу искать Царство Божие в это, Господи, это скажешь в Китай, миссионерам в Китай, Господи. Скажешь в тундру, в тундру, халалии. Господи, хорошо, в тундру пошлю, но сейчас соседа накорми. Мне стыдно было проповедовать это послание вчера, и сегодня я еще думал, Господи, что это простое такое послание вообще, какое-то вообще, до банальности простое. Искать Царство Божие, это прежде всего думать, а есть ли думать прежде всего не о том, что я буду кушать, что я буду пить или во что одеваться, а прежде всего подумать, а есть ли рядом со мной голодные люди. Если люди голодные есть, накормить их, если они жаждут напоить, если ноги одеть. Христос говорит, это искать Царство Божие. И вы знаете, я сначала думал, ну Господи, ну как такие вещи простые, но послушайте, от этих вещей зависит жизнь людей. Кто из вас, когда вам нечего было кушать, и потом у вас на столе простая картофелинка, в мундирах сваренная, вы почистили ее, соль посыпали, и она такая вкусная. И вы рады ей больше, чем новому спортивному костюму Adidas, этой картофелинке. Потому что без картофелинки не проживете, не сможете прожить. Даже в костюме Adidas. А вот картофелинки рады. Искать Царство Божие. Иисус говорит, прежде, прежде чем искать что-то для себя, думать о себе, подумать о других. Это образ жизни Царства Божьего. Это правление Христа. Христос кормил голодных. Думал, Христос говорил, нищих всегда будете иметь с собой. Всегда среди нас есть люди, к сожалению. Это истина, это правда, которая время от времени оказывается без денег, без финансов, и не только среди нас. И тогда ты, если это видишь, то ты будь первым, благодари Бога и восполни эту нужду. Это братья и сестры в церкви. Это люди не в церкви так же. Я однажды иду в тот же офис на 11-й парковой, иду однажды там в сторону Щелковского шоссе, там эти хрущевки. И там видно, знаете, на первый этаж окна давно не мытые. Они же грязные, дорога рядом, пыль. Они давно-давно не мытые. И я иду, и вдруг окно открывается, лето было, и сухонькая, маленькая такая старушечка, говорит, сынок, сынок, дай мне кулек, пожалуйста. Думаю, какой кулек, смотрю, а там рядом мусорка. И люди, выходя, мусор в пакетах выбрасывали, ставили возле этой мусорки. И она просила меня кулек в надежде найти там что-то покушать. Такие люди есть? Искать царства божьего – это накормить прежде голодного, одеть нагого и напоить жаждущего. Это очень просто, это элементарно. И среди нас есть сегодня здесь есть люди. У вас... И опять же, чтобы заметить их людей, нам нужно общаться, нам нужно быть вместе. Если ты изолируешь себя, сидишь дома в депрессии, меня никто не любит, меня никто не это, я такой, я остров невезения. В Измайлово есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь, одинокий. Но как мы узнаем о том, что нуждаешься, если ты не в общении, если ты не с братьями и сестрами? Помню, я был студентом юбилейской школы, и у меня жена была беременна, и она попала в больницу, и вырезали аппендицит, и пастор, проходя... Один из... Он был пастор Кристин, он проходил у меня, спросил, спросил, у вас есть что кушать? Просто не знаю, что он спросил у меня об этом. Может, у меня в глазах был какой-то голодный огонек или что? Как он узнал? Говорит, у вас есть что кушать? А я такой, не, все нормально, все есть, все есть. Держу так, кишки такие, не врешь! О-о-о-о! Там да урчится в животе. Потом он узнал от других, что у нас дома Шаром Покати, его жена, его жена Катарина, поймала меня за галстук, ты зачем солдал? Дух Святой говорил нам, что вам нечего кушать. Бог хотел благословить вас, вы отказались, вы гордые, так пальцем в нос так тычет. Я говорю, все, ничего нет, все, да, да, давайте, пожалуйста, пожалуйста, мы готовы, ну, простите нас, простите. Иногда, поскольку Дух Святой живет внутри нас, он дает нам желание, дает нам какие-то мысли, порой мы не регистрируем, что это Дух Святой. Но если ты начинаешь думать о каком-то человеке, внезапно думать о каком-то человеке, это знак, флаг, Дух Святой машет красным флагом и говорит тебе, этот человек в нужде, ему нужна помощь, ему нужна помощь. Когда начинаешь думать о ком-то, а если думаешь о ком-то, это Дух Святой машет тебе флагом, значит, надо помолить, либо помолиться за этого человека, либо позвонить ему, либо навестить его, или узнать, как у него дела, и помочь ему как-то выслушайте это потом если будете думать обо мне помолитесь хорошо помолитесь я помню и мы все оказываемся каких-то ну скажешь а я никогда не нуждался не буду нуждаться мне всегда все есть подожди подожди немного отдохнешь и ты классика сказано ладно что на классиках на сегодня тянет а я работал деканами близкой школы еще в прошлом тысячелетии и однажды мне вечером в один из в одиннадцатом часу вечером позвонил один студент звонок поздно вечером алексей нужно встретиться срочно я такой слушай грудь и на другом конце москвы ты сейчас придешь уже будет первый час ночи он я хочу случилось он грида игры может завтра говорит нет сегодня я говорю может завтра нет сегодня ну ладно приезжай когда я положил трубку моя первая мысль была он студент из другой республики приехал у нее от регистрации пришел домой дома труб покойник не знаешь что с ним делать и едет ко мне чтобы спросить что делать спокойникам ну я тоже человеку мне тоже негативный почему-то не подошел он труп нашел дома не знаю что делать ассо у повяжут они регистрации нету везут и вот сейчас пока он ехал я думал чудес покойникам че делать с трупом думаю на помойку тащить но нельзя же там же человек убили но какому ну а как этот брат у не регистрации нет у меня такие мысли были чуя час думал что делать с трупом просто почему тут и димин трубу на что а что еще а зачем еще ехать ко мне в первом часу ночи других причин я не видел обре история такая что я был на больничном у меня нас лишний был день рождения и нас ничего было кушать ничего и вот в первом часу ночи звонок дверь он стоит такой алексей здравствуйте здравствуйте вот хотел просто вот поздравить с днем рождения поздравляю пожал руку и ушел в руках деньги а это где покой а покойник это был дух святой который сказал ему об этом вы писать да ладно чё ли силу не в чужу него чужой не выйдет у не там балом наверное он чужие поедут дурак еще ночью потащусь а вот другом я был думаю что покойников нашел если тебе будет мысль о ком-то человеке в церкви но для этого нужно быть с людьми поймите христианство от обра жизни друг друга там уже чувствовать друг друга знать друг друга общаться друг с другом жить 24 часа в сутки семь дней в неделю христианской жизни и просто ты воскресенье всплыл буль-буль-буль-буль-буль и на домашке тоже показался позвонил все хорошо я работаю на самом деле сидишь там в макдонусе и жрешь чизбургеры или сало кто-то говорит сало ладно стало не будем трогать кто-то скажет ну хорошо и что же это знать а есть а что тогда если я буду тогда прежде чем думать о том что мне есть что мне пить его что мне одеться тогда что же будет а я я что-то помру с голоду я померу пойду нет что тогда знаешь когда был даст тебе милость и благодать увидеть чью-то нужду и восполнить эту нужду тогда ты будешь испытывать радость величайшую радость когда ты будешь видеть благодарные глаза когда ты поймешь что ты послужил человеку ты ты мы читали об этом христос говорит когда вы делаете это для голодного вы для меня это делаете я заметил я обнаруживаю 23 года мне христианская жизнь небольшой срок небольшой стаж но я видел что когда же я сожалею мое сердце не такое много раз я видел нуждающихся людей ничего не сделал для них сожалению тогда это стыдно признать но бывали случаи когда я видел нужду я тихонько мягко как-то восполнял это как-то там продукт или деньги просто и делал так сразу никто не видел и не была такая радость просто ответ от того что я мог это сделать причем сказано радость человека благотворительность его а сейчас я глядываюсь назад я я обнаружил потом что в течение следующего месяца 2 я вдруг забывал о своих нуждах у меня не было проблем с оплатой счетов там с финансами там с продуктами вдруг я обнаружил что мне всего хватает потому что что делает бог он говорит если вы так живете если вы ищете прежде всего чтобы накормить других напоить других одеть ноги кто-то да бог говорит все это вам приложится что все это что есть что пить во что одеться все это вам приложится бог перевернет небо и землю чтобы восполнить твои нужды когда мы так живем туда бог сверхъестественно он восполнит ваши нужды попробуйте узнайте когда вы узнаете что кто-то нуждается в чем-то нуждается что-то сделайте для этого человека и это три базовые вещи Это еда, это питье и это одежда. Благословите. Это Бог своей милости позволяет вам увидеть эту нужду и восполнить ее. И потом радоваться, наслаждаться, что этот человек молился о хлебе насущном. Это был хлеб насущный. Это то, что давало ему... Он просил насущный хлеб. И Бог услышал, нашел вас, прислал вас, и вы восполнили эту нужду. И этот человек рад, благодарит Бога за хлеб, за вас. И вы радуетесь, что вы в этом процессе. Аминь. Есть радость. Я иногда даже думаю, Господи, да не нужно мне все это прилагать, то, что ты обещаешь. Просто сама эта радость, участие, восполнять чьи-то нужды, она такая, она выше всего. Уже, да Господи, не надо ничего мне прикладывать. Вот этот человек рад. У детей есть, что покушать. Эта семья сегодня не ляжет спать голодной. Вот эта радость покрывает все, Господи. Да не надо мне ничего прилагать, Алла-Лею. Я уже благословлен через то, что я вижу радость этих людей. А давайте в Ветхом Завете посмотрим. Третья книга, Царс 17 глава. Третья книга, Царс 17 глава. Мы видим здесь историю об одной женщине, она язычница, она не часть народа Божьего, но к ней приходит пророк Илия, приходит ко вдове в Сарепту Сидонскую. И голод, три с половиной года нет дождя, нет воды, голод с земли. Пророк приходит к ней и смотрите, что происходит. Третья Царс 17 глава, 10 стих. Давайте мы прочтем. Третья Царс 17, 10. И стал Илия, пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой. Ну и наглец ты. Я вдова. В земле голод. У меня нет мужа, нет кормильца. И ты просишь, чтобы я от себя оторвала тебе. Она говорит, у меня нет ничего печеного, только горсть муки в катке, немного масла в кувшине. Часто, послушайте, у нас не так много у самих, это правда. Бывает так. Бывает много, бывает мало, бывает... Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит по матери, так я грущу о еде, Господь. Ну ладно. Простите, сегодня что-то изменяет. Это последнее собрание мое. Еще и записывается в голове. Господи, помилуй. Она говорит, у меня нет ничего печеного, только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. Вот наберу я поле на два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Я недавно смотрел фильм. Я уже покаялся в том, что посмотрел его. Но когда посмотрел, мне пришло понимать. Там фильм про одного агента спецслужб. Ему стерли память, полностью стерли память и внушили страх, что он выйдет из города и погибнет. То есть он выйдет из города и погибнет. Я понял, что то, что дьявол сделал с нами, с людьми, он стерл у нас память о Боге, о Божьих заповедях, о законах царствия. И внушил нам страх, что если мы будем жить по его заповедям, мы помрем. Непременно помрем. Но это неправда. Эта женщина говорит, вот сидим это и помрем. И сказала Илья, не бойся, пойди и сделай, что ты сказала. Но прежде, скажите, но прежде. Опять это слово, но прежде. Прежде чем ты сама. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Скажи, жестокий пророк? Нет. Пророк учит эту язычницу законам царства Божьего. Ищи, вдова царства Божьего. Сделай небольшой опреснок для голодного человека. И она сделала небольшой. Бог просит, когда ты видишь голодного, Бог не просит тебе все отдавать, ему часы роликс покупать. Небольшой опреснок сделай. Зайди в магазин в Дикселе, в какой купи, на 500 рублей что-нибудь. Или на 2000, не знаю, что может унести спина твоя. Маленький опреснок. Дневную трапезу. Сделай небольшой опреснок для голодного. И она сделала это. Ибо та, говорит Господь Бог, мука в катке не истощится, и масла в кушении не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала, и кормилась она, и пророк, и сын ее, и по слову Господа. И мука в катке не истощалась, и масла в кушении не убывала, по слову Господа. Когда она накормила голодного, Бог приложил ей все остальное. Ищите голодных. Вынюхивайте. Ищите, кто нуждается. Восполните их нужду. Тебе не требуется многого. Небольшой опреснок сделай. Но сделай это тайком, чтобы никто не знал. Не труби так. И можно еще в следующий слайд. Мы завершаем. Я сегодня должен завершить проповедь. Итак, образ жизни в царстве Божьем. Филипписам 2.20. Павел немножко печалится. Он говорит, что Филипписам 2.21. Он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дальше он говорит, я посылаю вам Тимофея, ибо я не имею никого столь ранного, кто бы столь искренне заботился о вас. В этом отрывке мы видим, что что угодно Иисусу Христу, чтобы мы искренне заботились о других людях. Искренне заботились о других людях. Мотивом нашего даяния в исполнении нужд других людей должна быть любовь, не корысть. Я однажды, давно-давно, когда был молодым христианином, я услышал о том, что когда мы даем, ну что ты сеешь, то и пожнешь. Я решил, я покупал себе рубашку. Я купил себе дешевую рубашку, и думаю, куплю еще одну рубашку, пассив какого-нибудь брата, потому что мне нужны рубашки. Я нашел брата, думал, какой подостойнее, чтобы была хорошая почва, добрая почва. Пришел к ним брат, тебе рубашка, пожалуйста. Брат обрадовался, но как-то так скринялся рубашкой была дешевая. Но я так эту рубашку ему дал, и так, а сам такой, о, расти рубашка, большая-пребольшая, вернись многими рубашками. А ты моя почва хорошая, дай хороший урожай. Я отошел от него, и у меня внутри было так мерзко. И Господь сказал, что ты сделал? Господи, что я сделал? Ты из корысти давал. Не из любви, не из желания помочь, поддержать, обрадовать, а из-за того, чтобы получить. Почва моя пошла. Мотивом наше доение является любовь, помочь, вызвать радость, сделать это втайне. Аминь, Алла-Лею. И Матфея 25 глава, надо, чтобы кто-то вышел и играл, а то я не завершу, выходите, играйте уже. Матфея 25 глава, с 31 по 46 стих. Праведники, это те, кто прежде, искали прежде накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого. Ищите этих людей, друзья мои, они есть среди нас. Будьте, будьте в теле, будьте в этой группе, не оставайтесь одни. Мы живем в суровом климате, климате кризиса, климате страха, климате угроз терактов. Мы не выживем в одиночку. Вместе, вместе, любя друг друга, поддерживая друг друга. Христос здесь добавляет, что если мы приняли странников на ЮС, на конференции, вы принимаете людей, хорошо делаете. У нас, когда в нашей церкви кто-то попадает в больницу, я стараюсь посетить этого человека. Христос сказал, я был болен, и вы посетили меня. Я стараюсь посетить. Недавно у нас сестра была в больнице, и я так и не нашел время посетить ее. Я жалею до сих пор. Я не хочу, чтобы она опять туда попала. Давай мне шанс посетить ее. Господи, захрани. Но я жалею, что не смог посетить ее. Есть радость в этом. Есть поддержка для тех, поддержка больному, потому что они тогда быстрее выздоравливают, встают на ноги. Узнали кто-то из ваших близких в церкви. В больнице посетите его. Болен, придите к нему домой. Он быстрее встанет, чувствуя заботу, любовь, внимание, он быстрее выздоровеет. Принесите ему что-то покушать. Скажите, ну врачи сказали, ему ничего не давать. Все равно принесите, пусть и в родные его поедят хоть. Аминь. Иисус говорит, я был в темнице, и вы посетили меня. Итак, бытие нашего Бога, который является Троицей, его бытие осуществляется как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется самоотдачей. Бытие человека, ваше и мое бытие, как образа и подобие Божие, осуществляется как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется так же самоотдачей. Когда мы даем, мы воистину человеки. Мы подлинно существуем. Мы счастливые. Мы по-настоящему живем. Когда мы живем как язычники, живем для себя. Этот мир живет для себя. Греби под себя. Греби. Мы несчастны. Наша жизнь ничтожна и жалка. Христос предлагает нам новый превосходнейший путь. Путь любви. Путь самоотдачи. Путь даяния себя другим. Давайте встанем, помолимся. Христос. Христос. У нас сейчас будут три молитвы. Если вам нужно уйти, конечно же, вы можете уйти, но вы пропустите три, я верю, важных молитвы. Первая молитва. Давайте мы сейчас помолимся о том слове, которое мы услышали. Проверим себя. Да, мы народ Божий. Мы люди Божьи. Но, может быть, мы живем как язычники. Может быть, я живу как язычник, думая только о себе, сосредоточившись на себе, и моя жизнь наглухо закрыта для других. Тогда нам нужно покаяться, скорбеть о состоянии наших сердец и попросить у Бога прощения. И также попросить у Бога милость, чтобы Он дал нам увидеть нуждающегося. Это Его милость, если Он даст нам увидеть этого человека. И чтобы Он дал нам милость, ну, благодать, чтобы мы сделали небольшой опреснок. Бог не просит тебя много. Бог не просит купить, еще раз говорю, кому-то там что-то такое супер-дупер. Он просит тебя сделать небольшой опреснок для голодного. Дать какую-то одежду человеку, который наг. Об одежде. Закон такой, что если вы не одели какую-то вещь в течение одного года, вы ее больше не оденете. Поэтому, если вы пятый год стоите в вере, влезьте в свое платье, забудьте об этом. Не захочется уже влезать в него. Одежда это слуги, отпускайте ее, благословляйте, находите, ищите, спрашивайте Бога и одевайте ноги. Давайте помолимся об этом. Боже, Отец Небесный, во имя Исауса Христа, мы просим тебя, Боже, помоги нам жить жизнью другой, отличной от жизни этого мира. Помилуй нас, Господи, прости нас, если мы жили, Господь, и живем сейчас, как язычники, думая только о себе, что мне есть, что мне пить, во что мне одеться. Господи, прости нас, прости меня, Господь, прости нас, что мы жили так, теряя при этом истинность, подлинность своего существования и влача жалкое существование, живя лишь для себя. Прости нас, Господи. Боже, открой наши глаза, дай нам глазную мать, чтобы мы увидели, прозрели, Господи, чтобы мы увидели людей вокруг нас, чтобы мы прежде искали, Господь, не того, что нам есть, что нам пить, и во что нам одеваться, но чтобы мы искали людей, которые в нужде. Боже, они есть, их даже искать не нужно. Боже, только открой наши глаза, Господи, открой наши глаза, открой наши очи, помажь наши глаза, Боже, Твоей мазью, чтобы мы увидели нуждающихся и накормили голодного, напоили жаждущего, одели на гово, посетили больного, Господи, приняли странника, посетили того, кто в темнице. Открой, Господи, наши глаза и дай в Твоей милости, Боже, сделать для них небольшое преснок и увидеть радость, Господи, пережить эту радость, быть ответом на чью-то молитву о насущном хлебе, быть употребленным Тобою, Господи, владыка, на всякое доброе дело, Боже. Дай нам испытать эту радость, Господи, быть ответом на чью-то молитву. Помилуй нас, Господи, дай нам испытать эту радость, Аллилуйя, видеть радостные, благодарные глаза. Аллилуйя, Божия. Видеть людей, чья жизнь была сохранена благодаря тому, что мы поддержали их пищей, водой и одеждой. Аллилуйя, они продолжили жить, Господь. Они остались живы. Они были спасены благодаря этим простым, казалось бы, для нас вещам. Помилуй нас, Господи. Просим Тебя, Отец Небесный, пусть наша церковь будет местом, где никто не ложится спать голодным. Господи, если Ты говоришь нам о каком-то человеке, Боже, напоминая нам, Боже, говоря нам о каком-то человеке, Господи, дай нам не колебаться, Боже, не думать, не размышлять, что это Ты, не Ты или Нок. Боже, дай нам действовать, дай нам сделать что-то для этого человека, как-то помочь, поддержать его, помолиться за него, как-то позаботиться о нем, Господи, во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, быть внимательными друг к другу. Поощряя к любви, Аллилуйя, и добрым делам, Господи. Помоги нам не оставлять собрания нашего, потому что без собрания святых мы не можем, Господи, исполнять заповедь Твою, любить друг друга. Помоги нам, помоги нам, Господи, помилуй нас, Боже, помилуй нас, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Помилуй нас, дай нам искать прежде Царство Божие и Твоей праведности. Аллилуйя. И пусть все остальное, Господи, если Ты желаешь, если Тебе угодно, пусть это приложится нам. А имя Иисуса. Аминь.